Совсем недавно мы прогуливались с работниками предприятия «Коммунальник» по длинным цветочным аллеям теплиц. Обывателю может показаться, что работа цветовода начинается ближе к лету вместе с посадкой, но это не так. Подготовка к сезону у них стартует за полгода до высадки в городе. В планах на этот год было вырастить 500 тысяч растений. Цифра огромная, труда потребовалась столько же. Цветоводами определены виды растений, которым прежде всего комфортно в нашем климате. А цветовая гамма радует своим многообразием. Средов у нас очень много, начиная от тагетисов, ларгонии, беконии, петунии. А разновидностей уже их очень много еще. И цветовая гамма, естественно, тоже. От цвета от голубых до бордовых, алые. Ну, все цвета, которые у нас в радуге есть. Апрель выдался холодным, поэтому в этом году к высадке цветов в нашем городе пришлось приступить немного позже. Работа кипит, много в планах, но уже много и сделано. Украшена территория у гарнизонного кладбища, площадь Ленина, перекрестки по улице Московской. Планируется еще посадка к 7 мая, к 9 мая. Это стражам границ сквер, площадь Свободы, памятные места. Посажено уже Ковельское захоронение. Посажена доска мемориальная ЦУМ улицы Жукова. Планируется еще посадить памятные доски на улице Чапаева, на улице Крупской. Идет работа по украшению и въезду в наш город, ведь это его обложка. Именно с этого места начинается знакомство туристов с Брестом. Устеллы будут высажены узором петуни фиолетового и белого цвета. Особенно важно уделить должное внимание памятным местам и памятникам, посвященным героям нашего города. Так, например, на аллее Гвишиани были высажены цветочные клумбы из таких цветов, как канны, хлорофитум, гвоздика и разновидности декоративно-лиственных растений. Около 4 тысяч цветов украсили и территорию Брестского областного исполнительного комитета. Используем рисунок, который сочетался немножко с орнаментальным рисунком нашей Белоруссии. Это сочетание цветов голубого и белого, также оттенки бордового цвета, нежно-розового и разных цветов бирюзового цвета. Цветочное оформление на этом не заканчивается. Впереди еще предстоит высадка в других районах города и установка декоративных композиций, например, цветочных арок по улице Московской, которые очень полюбились горожанам. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.